Вопрос на засыпку. Почему нас бесит собственный голос в записи? Посмотрим. Когда мы разговариваем и слышим собственный голос, он кажется нам приятным. Но в записи наш голос как будто становится другим и становится не таким красивым, как казалось ранее. Большую часть своей жизни мы воспринимаем собственный голос не в записи, а в живую. Поэтому когда мы слышим запись своего голоса, он поначалу кажется незнакомым и не таким красивым, как мы считали раньше. Это связано с различием механизмов, с помощью которых мы воспринимаем звуки. Наше ухо состоит из трех отделов наружного, среднего и внутреннего уха. Наружнее состоит из ушной раковины и слухового прохода, который заканчивается барабанной перепонкой. После перепонки идет среднее ухо, в котором располагается три косточки, молоточек, наковальня и стремечку. Эти самые маленькие кости в человеческом теле проводят звук от наружного уха к внутреннему. Во внутреннем ухе есть структура, которая называется ушной улиткой и позволяет преобразовывать звук в сигнал, который затем поступает в мозг. Когда мы слышим чужой голос или другие внешние звуки, они проходят как положено через все три отдела уха. Однако собственный голос мы воспринимаем по-другому. Частично он проходит тот же путь, что и внешние звуки. Но значительная часть сигнала поступает в мозг благодаря костной проводимости. Когда мы говорим, по нашим костям начинает передаваться вибрация. От шейных позвонков и челюсти она доходит и до косточек в среднем ухе. Они воспринимают эти колебания и передают их во внутреннее ухо. В улитке сигнал от костной проводимости смешивается с внешним стимулом и получается голос, который мы воспринимаем. Ученые называют еще одну причину, по которой наш голос может казаться нам некрасивым в записи. Согласно исследованиям, наш мозг может обрабатывать информацию, поступающую от уха так, что изменяет характеристики нашего голоса. Поэтому нам может казаться, что мы поем не хуже поп-звезд. И тембр у нас ничуть не хуже дикторов на первом канале. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось и было интересным. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. Всем удачи и пока!